Плановая стрижка – обязательный этап в подготовке деревьев к весне. Делать ее нужно в начале года, пока растения находятся в состоянии покоя и у них не началось сокодвижение. Ведь так растениям легче обновиться и залечить полученные раны. Данная обработка называется санитарно-формовочной. У деревьев обрезаются сухие больные ветки, которые могут вредить не только самому дереву, но и создавать угрозу для пешеходов во время ветреной погоды. Слово «формовочная» означает, что деревьям придают ухоженный вид. Кроме этого, можно сказать, что для деревьев устроили омолаживающие процедуры, ведь такая обработка помогает продлить их жизненный цикл. Уже ранее весной растения вступят в интенсивный рост и обзаведутся пушистой листвой. Конечно, если стрижка была выполнена правильно, а проводят ее рабочие зеленхоза. В Тамбове сформированы три бригады для каждого района – советского, ленинского и октябрьского. Сотрудники прошли специальное обучение. Наше приспособление, которым мы работаем, снизу девочки, называется воздушный секатор. Мы им режем снизу, в основном в бока, там, где недостают наши мальчики, которые режут сверху. Сверху они режут секаторами ручными маленькими и ножовками. Естественно, нам нужно быть очень аккуратно, чтобы не повредить кору дерева, чтобы потом дерево не болело. Конечно, мы стараемся, как умеем. А умеем мы хорошо. Деревья обрезают в виде шара. Такая форма считается более эстетичной. Сама же она не влияет на рост и развитие растения. Обработка коснулась лип, клёнов и ясени. Именно у них сейчас самый благоприятный период для наведения красоты. Когда температурный режим уже подойдет, морозы будут не более 15 градусов, тогда мы начинаем, это где-то конец февраля, мы занимаемся уже обрезком плодовых деревьев. Ну, в плодовых деревьях там совсем другая обрезка. Там мы создаем форму, крону. Обрезку уже сделали деревьям, растущим возле КДЦ «Мир», на набережной и в театральном сквере. Всего же до конца февраля подобным образом обработают около 5,5 тысяч клёнов ясени и лип. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Евгений Мещеряков. Область новостей.